Всем привет! Меня зовут Елена и вы на канале Мелочи жизни. Сегодня приготовим запеканку с картошкой и мясом. Очень простое и очень вкусное блюдо. Для него мне понадобится, естественно, картошка. Я её уже подготовила, почистила, помыла. Теперь натираем её на крупной тёрке. Заливаем холодной водой. Добавляем соль, всё перемешиваем и оставляем постоять в сторонке, пока мы будем заниматься всем остальным. Лук нарезаем максимально тонкими дольками. Мясо нарезаем небольшими кусочками, толщиной примерно полсантиметра. Затем делаем из них достаточно тонкие отбивные. Мясо подойдёт любое, по вашему вкусу. Каждый кусочек нам нужно посолить и поперчить с обеих сторон. Также нам понадобится сыр. Его мы натираем на крупной тёрке. Идеально, если это будет пармезан, но подойдёт любой твёрдый сыр, который хорошо плавится. К нему мы добавляем немного майонеза и всё перемешиваем до однородности. Если вы не любите майонез, можете заменить его на сметану, предварительно к ней добавив немного горчицы. Противень смазываем растительным маслом. Духовку в это время ставим разогреваться на 220 градусов. С картошки сливаем воду и слегка отжимаем. Выкладываем первым слоем. Утрамбовывать её не нужно, она должна быть слегка рыхлой. Вторым слоем выкладываем лук. Обязательно разминайте его в руках, чтобы каждая долька рассоединилась. Затем равномерно выкладываем кусочки мяса. По желанию, в этот рецепт вы можете добавить что-то по своему вкусу. Например, немного моркови или обжаренные грибочки, помидоры или болгарский перец. Последним верхним слоем выкладываем смесь из сыра и майонеза. Всё равномерно распределяем. Отправляем в духовку на 40 минут. Достаем готовую запеканку. Вот такая красота у меня получилась. И, конечно, покажу кусочек в разрезе. Хотя ножом здесь пользоваться абсолютно не обязательно. Запеканка очень мягкая, очень нежная и достаточно обычной лопатки. Получается очень вкусно и просто готовится. Такую запеканку можно приготовить и просто на ужин. И не стыдно подать на праздничный стол. Обязательно приготовьте и попробуйте сами. Всем спасибо! Приятного аппетита! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...